Фестиваль «Амурские волны» завершился, завершился традиционным марш-парадом. Музыканты прошли по главной улице Хабаровска, шествие состоялось в минувшее воскресенье. В нем участвовали военные оркестры со всей России, а также из Республики Беларусь. Чем в этом году удивляли хабаровчан-музыканты в погонах? Репортаж Ульяны Крамаренко. 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 Последний день фестиваля – традиционный марш-парад. Репортаж Ульяны Крамаренко. Среди первых в колонии оркестр из Беларуси в этом году единственный иностранный участник. Для дальневосточной публики подготовили специальный номер – гимн Хабаровска. Сегодня на марш-параде на некоторых площадках мы его исполнили и обратили внимание на то, что люди хоть и просят его спеть, но текста не знают. Но пообщавшись с ними, мы договорились так, что к следующему нашему приезду все уже будут знать слова и будут петь с нами хором. Музыканты и танцоры по традиции прошли от площади Ленина до Комсомольской площади. Каждый оркестр исполнил самые яркие композиции из своей программы. Оркестр из Якутии, в отличие от остальных участников, единственный не военный. Впервые на фестивале музыканты и танцоры из якутской филармонии. Говорят, просто подали заявку и их пригласили. Хабаровчанам привезли якутский колорит. Эркин у нас, он издает очень много звуков, можете к нему подойти и даже спросить. С танцами в колонии идет и оркестр из Тюмени. Каждый год музыканты играют на Красной площади в Москве в День Победы. На фестивале в Хабаровске впервые. Атмосфера какая, вы посмотрите, народ как День Победы. Больше всего реагируют на смуглянку. Вы тоже это слышали, это песня, которая сидит у всех, который не сидит, это неправильное слово, который находится у всех глубоко-глубоко в сердце. И когда русский человек его слышит, конечно, самые замечательные, самые теплые эмоции у него возникают в душе. И поэтому он отдает нам, дарит аплодисменты, что для нас самое важное. Главный заключительный концерт оркестра состоялся уже на Комсомольской площади. Ульяна Крамаренко, Иван Юров, телеканал «Губерния».